Какими полезными свойствами обладает сирень? Какие части растений и для чего можно использовать? Далее мы подробно рассмотрим самые эффективные способы лечения сиренью. Вы обязательно узнаете обо всем, если досмотрите этот выпуск до самого конца. Итак, что такое сирень? Это низкорослый кустарник, цветы которого обладают приятным и сильным ароматом. Детального описания это растение не требует, поскольку растет повсеместно и часто украшает своим присутствием дворовые площадки жилых домов. И цветы, и лестья сирени обладают лечебными свойствами. При этом немногим из нас известно об ее ядовитости, но именно благодаря таким качествам она хорошо помогает при разных заболеваниях. Первым рецептом станет традиционная настойка. Она станет хорошим средством от различных заболеваний суставов и соединительных тканей, включая подагру и ревматизм. Как готовить настойку сирени? Для начала необходимо найти куст, с которого можно безнаказанно набрать пакет цветков. В среднем их количество должно составлять половину подготовленной емкости, которая будет заливаться спиртом или водкой. Учтите, что цветы нужно будет сложить в нее достаточно плотно, поэтому их потребуется набрать достаточно много. Если сирень цветет очень обильно или у вас есть возможность собрать большое количество такого ценного сырья, можно высушить излишки и при первой необходимости готовить целебное средство в любое время года. Эффективность настойки и сухих цветков будет сравнима со свежими. Когда цветы будут собраны, нужно купить бутылку водки. Подойдет даже самый дешевый вариант. После этого нужно слегка уплотнить сирень в банке и залить доверху водкой. Сверху закрыть крышкой и убрать банку в темное место. Периодически необходимо осторожно взбалтывать ее для качественной и равномерной экстракции активных веществ. Через 10 дней настойка будет готова. Ее будет нужно аккуратно процедить и перелить в удобную емкость для дальнейшего дозирования. Цвет настойки получится темно-коричневым, цветки также сильно потемнеют. Их будет нужно отжать, после чего они больше не понадобятся. Примите во внимание тот факт, что настойка, несмотря на всю ее пользу, имеет один недостаток. Она очень сложна или вообще не отстирывается с белья, поэтому мы рекомендуем перелить ее в небольшой чистый флакон с пульверизатором из-под другой косметики. Так вы сможете избежать попадания настойки на белье и экономно дозировать ее в процессе лечения. Как правильно и как часто наносить готовое средство на болезненные участки тела? Делать это можно 1-2 раза в сутки, просто втирая небольшое количество в больную зону. Некоторые случаи требуют наложения компрессов из пропитанной марли под полиэтилен и теплый шарф. Например, при профессиональных заболеваниях вылечиться бывает особенно сложно, поэтому нужно использовать возможность для поддержания нормального самочувствия. Также лечение имеет накопительный эффект. Со временем вы сможете делать перерывы между отдельными курсами терапии. При регулярном использовании вы сможете сами определить подходящую частоту нанесения, при которой вашему самочувствию перестанут мешать хронические болезни. Следующая серьезная болезнь – это бронхиальная астма. Для улучшения самочувствия и снижения частоты приступов можно принимать настойку сирени внутрь по 30 капель в смеси с водой перед сном в течение одного месяца. После 10-дневного перерыва курс лечения можно повторить. Превышать рекомендованные дозировки нельзя, не нужно забывать, что при всей пользе сирени она не самое безвредное растение. Другим частым заболеванием является ларингит, как избавиться от него с помощью сирени. При остром воспалении слизистых оболочек гортани можно приготовить раствор для полоскания горла. Для этого нужно смешать 10 мл настойки и 100 мл теплой воды. Полоскать таким средством горло можно столько раз, сколько вам будет удобно в течение дня и до полного исчезновения неприятных симптомов, минимальное количество 3 раза в сутки. Еще один важный орган, о здоровье которого мало кто задумывается – это надпочечники. Тем не менее, этот орган относится к жизненно необходимым. Основная функция надпочечников – выработка гормонов страха, гнева, глюкокортикоидов и других типов гормональных веществ. Сирень для нормализации их функций можно принимать по той же схеме, как и в случае бронхиальной астмы. При тяжелых заболеваниях почти всегда страдают другие органы и системы организма. Натуральные препараты оказывают комплексное лечебное действие, поэтому при лечении ими почти всегда происходят сопутствующие положительные изменения. Можно даже не заметить этого, поскольку часто болезни остаются недиагностированными на протяжении всей жизни человека. Поэтому мы желаем вам всегда оставаться бодрыми, здоровыми и активными. Следите за своим здоровьем и пользуйтесь дарами природы. Оставляйте свои комментарии и рассказывайте о своем опыте использования подобных методик оздоровления. Подписывайтесь на наш канал и просматривайте наши обновления. Это обязательно поможет вам выбрать лучший способ, подходящий именно для вас.